Норвежцы прибыли на Камчатку чуть больше месяца назад. До Петропавловска они прошли большой путь из Норвегии северным путем через Канаду. Впереди еще один нелегкий переход к Южному полюсу Антарктиды. Планы Филиппины, затем после Филиппины на Южный полюс, в Антарктику. Там он яхт вставляет. У него желание воткнуть Норвежский флаг на Южном полюсе. Южный полюс был открыт Руалем Аунсимом. И вот он, как норвежцы, представитель Норвегии, тоже повторит его маршрут. Полуостров надолго запомнится им. И неприятностями, и новыми друзьями. Волею событий норвежский экипаж лишился двух членов. После несчастных случаев им пришлось улететь на родину. Но на Камчатке иностранцы нашли единомышленников. Ребят из местной парусной федерации. Парусом увлечены давно. Это наша болезнь, это беда для наших семей, расстройство для наших жен. Ну и, собственно, как любая болезнь, она иногда прогрессирует. Ну и вот, собственно, наши норвежские друзья послужили некой прогрессией для этого. И тут некоторые не слишком приятные обстоятельства с их экипажем, которые уже мелькали в новостейных строгах. Вынудили их искать людей, либо где-то здесь на Камчатке, либо, как говорится, в самой Норвегии. Ну, нам было предложено, мы просто не устояли, не смогли отказаться. Сейчас экипаж состоит из четырех человек – двух норвежцев и двух русских. Яхтсмены – люди суеверные, поэтому загадывать не любят. Пока камчатские спортсмены намерены дойти до Японии. А дальше видно будет. Опыт у ребят есть. Правда, зимой они идут впервые. Учитывая наш богатый опыт, мы, потому что не первый раз этим маршрутом идем. Конечно, немножко было, ну, в прошлом году мы тем же маршрутом шли, но это было в начале октября. Было, конечно, потеплее. Ну, у нас есть прогнозы, у нас есть спутниковая связь, есть богатый опыт, так что мы сделаем, по крайней мере, от нас, российских представителей, все возможное, чтобы как-то, если они в чем-то ошибутся, мы их поправим. Но, чтобы мы дошли, по крайней мере, до Японии, безопасно и без приключений, а там будет проще. В определенном смысле тревога об этом есть. Единственное, чего боимся – холода, как говорится. Потому что там… Но не голода. Да, голода не боимся абсолютно. Еды закупили. Да. И, как говорится, они представили кухню своими традиционными продуктами, и мы своими традиционными. Гречку мы их научили есть уже здесь, на берегу. Она им очень понравилась, между прочим. Спортсмены говорят, берсерк – яхта надежная. Несмотря на свои небольшие размеры, она достаточно мощная и тяжелая. Да и переход до Камчатки без происшествий говорит о многом. Ну, а норвежцы уж точно не забудут время на полуострове. Камчатка – холодное место, но тут очень теплые люди, с добрым сердцем, и мы хотим увидеться в Камчатке, сказать спасибо. Камчатские спортсмены взяли с собой видеокамеру и обещали по возвращении рассказать обо всем, что придется испытать в пути. Людмила Крупенчик, Сергей Саньяси, Вечерние новости, телекомпания «Причал». Спасибо большое, Камчатка. Мы надеемся увидеть вас снова.